МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В миру все у меня, в общем-то, достойно и хорошо. Но здесь испытываешь какую-то особенную благодать, и по приезду долго-долго растрачиваешь это. Но именно есть чувство того, что там тратится, заработанное здесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Самое время». Меня зовут Ефим Овчинников. Сегодня мы с вами отправимся в Клеменецкий монастырь. В этом году обители исполняется 500 лет. Это 40 километров по воде от Петрозаводска. В Клеменецкий монастырь можно попасть только по воде. Дороги давно заросли. Эти места едва ли можно назвать привлекательными для праздных туристов. Здесь все сурово, особенно зимой, когда монахи оказываются отрезанными от большой земли на несколько месяцев, если не встал лед. Отец Александр приехал сюда с братьями 4 года назад. До этого служил в Кеми. Сначала жили в палатках, теперь малодоступную часть карельской земли не узнать. Здесь домики для гостей, трапезная баня. Сюда приезжал даже Дмитрий Медведев. Ему рассказывали, как собираются возрождать храм Захарии и Елисаветы. Началось, конечно, с литургии, которая была первой в палатках в начале июня. Потом начали осваивать вот этот храм. Служили в нем больше года. Храм холодный, сырой, без крыш. В 60-х годах здесь была разобрана крыша. Приехал некий такой с разрешения председателя стенной губы человек, который с его разрешения разобрал эту крышу, увез. Но, как говорят, святыню трогать нельзя. В течение года он шел, говорит, по кладбищу, провалился в эту могилу и от разрыва сердца умер. И храм, соответственно, весь купол, он находился в очень плачевном состоянии. И сейчас вот трудятся, восстанавливают Санкт-Петербургская фирма краски города успешно. Слава Богу, молодцы. Они решились на столь непростое дело. И вот все идет в этом году, должно закончиться. Ноябрю месяц, мы надеемся. Это единственный каменный храм на острове. Ему 250 лет. Судьбы других, деревянных, печальны. Суровы, как и здешние земли. В разные годы их не щадили пожары. Но всегда находились люди, готовые помочь, возрождать обители и благоустраивать здесь все вокруг. В Клименецкий монастырь Михаил Зеркин из Москвы приезжает уже третий год. В миру он торгует холодильным оборудованием. Он наемный рабочий, не бизнесмен. Здесь, в обители, словно заряжается энергией на целый год. В миру все у меня, в общем-то, достойно и хорошо. Но здесь испытываешь какую-то особенную благодать. И по приезду долго-долго растрачиваешь это. Но именно есть чувство того, что там тратится, заработанное здесь. И поэтому все время хочется приезжать и приезжать и приезжать. Часто люди либо едут к месту, либо едут к батюшке, соответственно. Мой случай – это отец Александр. Отец Александр был в монастыре в Кемии, уже третий, который он поднимает. И в любом из них можно найти что-то, да, вот. Что-то я имею в виду по месту. А вот по личности, да, хочется ехать именно сюда. Ну, именно к нему. Братья, которую тоже, она не меняется, она стабильна. У всех можно и окормиться в отсутствии отца Александра. Ну, окормиться может быть не то слово, но и исповедаться, и получить какие-то наставления. Мы работаем, живем, природа, все здесь дает силы, не только духовные. Не так давно здесь была построена деревянная церковь во имя святителя Николая. Ее изготовили в Костомукше, потом по воде перевезли сюда. Это хоть и новодел, но храм удивительно органично вписался в саму архитектуру монастыря. Ну, это тоже так, быстрее можно собрать. Если бы там были проблемы определенные с поднятием колокольной маковки, ну, решили этот вопрос, привезли кран на 30 тонн на пароме. И подняли. С крановщик даже денег не взял. А иконы откуда? Иконы все старинные у нас. Какие-то с Новгорода. Вот даже пришла недавно икона Иодна Кременецкого. Вместе написана с Петром Московским, святителем, и Иннокентием Иркутским. Тоже такая интересная. Видимо, она была здесь, в монастыре. У нас икона Тихинской Божьей Матери тоже старинная, но она путешествует с нами еще с Кемского монастыря. Большая, вы его видите. То есть все святыни жертвуют миряне, и мы сразу их храм. То есть от мирян все, все от них. У монахов и у тех, кто просто приезжают трудиться в обитель, бесполезно спрашивать, как они пришли к вере. У каждого своя порой непростая история. Но здесь негатив словно отходит на задний план. Хотя от воспоминаний, понятно, никуда не деться. Мне кажется, что к Богу нельзя прийти. К Нему есть постоянное движение. То есть ты встаешь на этот путь и пошел, пошел, пошел. Конечно, наверное, тому, кто с рождения этим занимается, и подходит с верой, которую ему вкладывают родные, наверное, проще. Потому что сам уже обременен каким-то скептицизмом, и где-то что-то. Но отбрасывая условности, не знаю, путь тернист, узок. Но мне кажется, по нему идти очень достойно и весело. А перед тем, как прийти к Богу, к вере, вы кем были? Ну, я, вообще-то, простой парень, не из деревни, не из города. Это Мурманская область, город Апатиты. Там я родился. Также вот братья, большая часть нас оттуда. Ну, занимался спортом. Окончил. Переехали в Костомог, что окончил училище слесаря КПА. Занимался спортом. Ушел работать в Дом детского творчества. Потом пошел больше по спорту, морской многоборье. Велк там группу, целый год работал. Ну, потом жизнь 90-е годы, сами знаете. Пришлось идти трудиться. И занимался уже на тот период и строительным альпинизмом, и бизнесом. Ну, когда я почувствовал, что бизнес – это вещь такая достаточно для души не совсем собирательная и спасительная. Вот я уже на тот момент пришел к православию через, конечно, увлечение Востоком, единоборствами. И вот Господь привел меня к православию. Олег Кравцов отвечает за многое, в том числе и за технику. Этим летом в монастыре первый раз. Говорит, не знает, с каким чувством будет покидать Карельскую землю. Всего за несколько дней она стала словно родной. По поводу энергетики я не знаю. Здесь несколько другие моменты, более духовные. Ну, здесь такая ситуация, что, видимо, более такое место и уединенное, и спокойное. И как бы внешние факторы мира не так действуют на тебя здесь. Здесь более спокойно осознаешь. Может быть, в тот момент, для чего ты вообще родился на этот свет. Пожалуй, самый скромный человек в монастыре, Татьяна, даже попросила не называть ее фамилию. Здесь уже второй год подряд. Специально берет отпуск. Ну, как отпуск. На кухне с шести утра до девяти вечера. Без выходных. А что приготовлю, то и едят. Интересный вопрос какой. Что я дам, то и будут есть. А как иначе-то? Все, что есть. Гречка, рис, рыба, если она есть. Только не в пост. Сейчас в пост не едят рыбу. Огурцы вон сами вырастили. Вы же их сняли. Помидоры, кстати, созрели у нас свои. Ну, что, зелень есть. Ну, и все остальное. Сухари вон сушатся из хлеба. Работы в монастыре не останавливаются. Древнюю обитель планируют возродить в ближайшие сроки. И уж поскольку в этом году юбилей, наверняка многие о Клеменецком монастыре услышат, а единицы зададутся вопросом. У нас будут смотреть люди, которые в миру живут. Там, далеко, за Онежским озером. Вроде и близко, да? Вроде и близко. А они, вот, если человек захочет прийти в монастырь, он, как легко к вам попасть? И вообще, возможно ли это? В любой монастырь человек попасть может легко. Если как паломник. В наш монастырь, да, есть определенные сложности. Сами видите. Вдруг человек отчаялся, и он решил прийти к вере к Богу. И может ли он к вам прийти? Ну, обычно, конечно, может, да. Но обычно мы берем летом, принимаем паломников. Сами можете с ними пообщаться. Ребята, которые ко мне ездят уже там и по 20 лет, и в Кейм приезжали, и в Скид приезжали на север, мы тоже строили. И, то есть, можете спросить их. Мы побывали в монастыре, когда здесь царила тишина. Но поговаривают, что иногда сюда приезжает больше сотни паломников за раз. В юбилейный год наверняка так и будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова